Вы учитывали, что вы учитываете, что вы учитываете, что вы учитываете до конца. В результате учащегося, насколько хорошо он будет учиться в Германии. По результатам теста Максим получил стипендию на 5 лет. Один год ему нужно будет проучиться в колледже. В Германии среднее образование длится на год больше, чем у нас. Затем еще 4 года он будет изучать информатику в техническом университете города Карлсруе. Будет вся учеба происходить на немецком, все лекции, все занятия будут тоже вестись на немецком языке. Надо будет познать язык технический, что я, собственно, здесь еще в России не делал. То есть специальные какие-то термины, какие-то понятия надо будет изучить тоже на немецком языке. Эта стипендия с позапрошлого года дается на все обучение в вузах Германии. Это полная стипендия. Надо сказать, что в этом году по Уралу, по Уральскому региону, такую стипендию получили 3 ученика. Число стипендиатов по России тоже невелико. Это всего 10. Будущая профессия Максима будет связана с современными информационными технологиями. Жить и работать на Западе после учебы молодой человек собирается недолго. Он говорит, что обязательно вернется домой. Я хочу получить хорошее образование в Германии. Возможно, пару лет там поработать, получить международный опыт и потом вернуться сюда, чтобы применять свои знания здесь с пользой. Международный экзамен по немецкому языку в 12-й школе сдают уже 10-й год. Экзамен подтверждает уровень знаний С1 и дает возможность учиться в вузах Германии. Чаще всего на бюджетной основе. Субтитры создавал DimaTorzok